Побеседуем об интерпретации шамана в творчестве Клода Левистроса. Клод Левистрос стоит в одном ряду с выдающимися французскими мыслителями, такими как Эмиль Дюргейм, такими как Фернан Бродель, работы которых пользуются очень большой популярностью в разных странах. Ушел из жизни относительно недавно, прожил длинную продуктивную жизнь, родился в 1908 году, скончался в 2009 году. Клод Левистрос является антропологом, социологом, закончил Сорбоннский университет, прослушал курс лекций у известного французского социолога Марселя Мосса. С ранних лет проявлял высокую активность, в том числе социальную активность. Например, в 30-е годы он был членом рабочего интернационала и выдвигался кандидатом в местную организацию. В 30-е годы 20-го века он проводил полевые этнографические исследования в Бразилии. Жил и работал среди индейцев Намбеквара, Кадиувеу, Бороро. И вот по результатам этих экспедиций была издана работа «Печальные тропики», которая издавалась в том числе и в Советском Союзе. Во время Второй мировой войны, благодаря содействию других ученых, ему удалось эмигрировать из Франции в Соединенные Штаты Америки. Работал в Колумбийском университете, сотрудничал с очень известным американским антропологом Францом Боасом. И поэтому считается не только французским, но и американским ученым. После войны вернулся во Францию и до самой смерти работал во Франции. В музее человека, а также в учебном заведении Коллеж де Франц. Издавал ряд журналов, посвященных антропологии и социологии. Мы его знаем по ряду наиболее известных работ. Например, «Тотемизм сегодня», «Структурная антропология». В 1999 году некоторые из его работ были сведены в сборник, который получил название «Первобытное мышление». И люди, которые хотят познакомиться с его творчеством, могут найти эту работу в библиотеке. В его работах были высказаны весьма интересные мысли. В том числе, например, мысль о том, что если сравнить человека, являющегося носителем первобытного мышления, и человека современного, то интенсивность первобытного мышления будет превосходить интенсивность мышления современного человека, рядового человека. И это можно даже сформулировать фразой, которая была изложена в работе «Первобытное мышление» о том, что мышление индейца Сиу соответствует мышлению философа Бергсона. Относительно шаманства мысли Леви Стросса были изложены в работе «Структурная антропология». Эта работа была издана в 1958 году, в Советском Союзе она была издана в 80-е годы. В данной работе Леви Стросс выступает продолжателем идей, которые были впервые изложены российскими учеными, нашими соотечественниками, такими как Гаврил Ксенофонтов и Владимир Багарас. Гаврил Ксенофонтов – это российский якутский ученый. В 1929 году в работе «Культ сумасшествия в Урало-Алтайском шаманизме» говорил о том, что шаманство развивается на основе действительных проявлений психических отклонений, которые в традиционном обществе скотоводов рассматривались как действия божественных сил. А Владимир Багарас в работе «Чукчи», например, изданной в 1939 году, это второй том этой самой работы, говорил о том, что шаманами становятся психически неуравновешенные люди. И вот эта концепция, она получила название «психологической концепцией». Что же говорит нам Леви Стросс о шаманах? Он говорит, что шаман является профессиональным отреагирующим. Если мы возьмем психоанализ, то в психоанализе отреагированием называется момент лечения больного человека, когда он возвращается к исходной ситуации, приведшей к возникновению болезни. Шаман занимался отреагированием для того, чтобы больной смог осознать причины болезни и мобилизовать ресурсы своего организма для борьбы с ней. По мнению Леви Стросса, шаманы могли заниматься отреагированием благодаря собственному опыту пограничных ситуаций. То есть, в какой-то момент жизни сам шаман находился в кризисной ситуации, которая могла угрожать его здоровью и даже жизни. Но в отличие от обычного человека, шаман становился способен воспроизводить эту ситуацию произвольно, по своему желанию. Даже в случае, если результаты лечения оказывались неудовлетворительными, шаман помогал и больному, и членам общины снять психологическое напряжение. При этом Леви Стросс говорил о том, что, как правило, шаманами являлись люди, которые имели патологии сознания. Таким образом, мы видим продолжение этой самой психологической концепции в трактовке шаманских практик. Следует отметить, что современная отечественная этнология полемизирует с психологической концепцией, в том числе и с точкой зрения Клода Леви Стросса. Мы можем в качестве примера привести исследование известной советской ученой Елены Сергеевны Новик. Она стала известна благодаря своей работе «Миф и обряд в сибирском шаманизме». Эта работа была издана в 1984 году. Так вот, в этой работе Елена Сергеевна говорит о том, что шаманские обряды по своей структуре абсолютно идентичны групповым обрядам и имеют ту же самую социальную значимость, преследуют те же самые социально значимые цели. Таким образом, можно уже самостоятельно сделать вывод о том, что психологически неустойчивые люди структурно воспроизвести подобный обряд были бы не способны, ну или бы столкнулись с большими затруднениями в том, чтобы совершить такой обряд. Ну а поскольку обряд имеет структуру, имеет определенную схему, и культовый деятель следует этой схеме, воспроизводит эту структуру, то, следовательно, шаманами могли быть люди, которые хорошо знакомы с обрядовой практикой, профессионально ею занимаются и психологически неустойчивыми, как минимум, не являются. Если Клод Левистрос рассматривает шаманские практики в основном в аспекте лечения, то отечественные этнографы рассматривают шаманские практики гораздо более широко. Они сводят деятельность шаманов к процедурам опеирования значимыми для традиционной общины ценностями, которыми являются жизнь, здоровье, плодородие. Тем не менее, оригинальность подхода Клода Левистроса к изучению традиционных обществ более интересна для молодых людей, нежели труды других этнографов и антропологов, посвященные этой же тематике. Редактор субтитров А.Семкин